Здравствуйте! А сегодня поговорим о пользе астрономии. 21 июня 1838 года была учреждена Пулковская обсерватория при Академии наук. Обратите внимание на то, что для строительства здания было выбрано место на вершине Пулковской горы. Его указал император Николай I. Обсерваторию строили по проекту архитектора Александра Брюлова, а телескопы закупались в Германии. В августе 1839 года Пулковская обсерватория была открыта. Ее первым директором стал немецко-русский астроном Василий Яковлевич Струя. На тот момент в ней работали всего 7 человек. Сегодня в штате Пулковской обсерватории трудится 263 научных сотрудника. 21 июня 1900 года из Кронштадта на поиски мифической земли Санникова отправилась экспедиция под руководством Эдуарда Толя. Обратите внимание на то, что экспедиция отправилась на шхуни Заря, которая в том же году достигла полуострова Таймыр. Отсюда путешественники пытались пробиться далее на север к предполагаемой земле Санникова, но потерпели неудачу. Самому Эдуарду Толю эти поиски стоили жизни. Он пропал без вести, в 1902 году. Память об этой истории можно обнаружить в научно-фантастическом романе академика Владимира Обручева «Земля Санникова», изданного в 1926 году. А в 1973 году на экраны вышел одноименный фильм. 21 июня 1915 года в Кунцево художник Казимир Малевич закончил свою знаменитую картину «Черный квадрат». Обратите внимание на то, что это полотно считается иконой мирового авангарда, явлением супрематизма. Но мы откроем вам маленькую тайну. Дело в том, что Казимир Малевич исполнил еще три реплики своего «Черного квадрата». Все картины хранятся в России. Москва и Петербург поделили их поровну. По две картины в каждом городе. О памяти Казимире Малевича хранит мемориальная доска, установленная на фасаде одного из домов на Исаакиевской площади, и улица его имени в одном из поселков Ленинградской области. А на сегодня у меня для вас нет больше никаких рекомендаций, кроме одной. Откладывайте в сторону ваши гаджеты, берите в руки книги, чтобы лучше понимать не только то, что происходит вокруг и сейчас, но и то, что было когда-то в прошлом. Как говорил Станислав Ежелец, еще неизвестно, что бы открыл Колумб, не подвернись ему Америка. До новых встреч!